МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Крупный инвестпроект региона. Птицыфабрика мощностью 40 тысяч тонн мяса бройлеров в год. Как идёт строительство? И модернизация на молочном комплексе. Молодые животные переехали в новую квартиру. Здравствуйте, я Инна Михайловская, и это Сельская среда. Андрей Донцов, сотрудник Елутровского мясокомбината, стал лучшим обвальщиком Тюменской области. В регионе прошёл конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда». На этот раз состязание проходило на предприятии «Олимп», которое находится в посёлке Боровский. 10 участников – представители 5 мясокомбинатов региона. Теоретический, затем практический этап. За минимальное время разделать полутушку на 14 идеальных частей. Вот задание. Такой расклад обвальщикам давно известен, но перед соревнованиями напоминание будет не лишним. Из тазика выделяется 4 части, 4 ореха. Это 1, 2, 3, 4 ореха, которых нету ни порезов, ни соединительной ткани не остаётся. Также выделяется шея без порезов, карбонат выделяется и грудинка выделяется вместе с пошиной. Вот обвальщик должен участник быстро разделать и выделить эти все части, чтобы продукт был правильной формы, определенных размеров и без всех этих порезов и соединительных тканей. На кости допускается всего до 8% соединительной и жировой ткани. Мясо не должно оставаться вообще. На конкурсе профессионального мастерства 50 на 50. Дебютанты и опытные участники. Среди них Наталья Румянцева. На этот раз она единственная женщина. Трудится на Ишимском мясокомбинате, в подобных состязаниях участвует с 2012 года. Разделать её тоже много усилий приложить нужно. Опыт, опыт главное. Но вы как себя чувствуете на фоне мужиков-то здоровых? Ну, конечно, волнение очень большое. Уровень подготовки растёт год от года. На предприятиях участников выбирают за годи. Ведь любой конкурс – это не только демонстрация своих профессиональных навыков, но и немного спорт. Они очень активно к этому ведут подготовку. Совместно с технологами предприятий. Они постоянно изучают материалы. Как правильно, как быстро выделять грамотно вот эти все фрагменты, которые требуются конкурсу. Андрей Донцов – сотрудник Елутровского мясокомбината. Стал лучшим обвальщиком Тюминской области по версии 2020 года. Он представит регион на окружном этапе конкурса, который пройдёт весной в Кургане. Площадь тепличного комплекса в Нариманово станет 53 гектара. В перспективе. И это будет самое большое подобное предприятие на Урале. Директор департамента АПК Тюминской области Владимир Чеметов сообщил, что в мае этого года инвесторы планируют запустить в эксплуатацию третью очередь. Ну, а параллельно ведут организационные работы по строительству, получается, четвёртой. А это ещё 20 гектаров защищённого грунта. Напомню, что первую очередь начали возводить в 2014 году. Её площадь 11 гектаров. Вторую в 15-м. Там 5 гектаров. Ну и вот на выходе третья. Там закрытого грунта будет 15 гектаров. Тем временем в Галышманово объявлен окружной конкурс «Предприниматель года. Сельские хроники». Заявки на участие в конкурсе предприниматели принимают до 20 апреля. Главное условие – устойчивое финансовое положение. Участники пройдут два этапа испытаний. На первом они должны представить документы с цифрами, на втором – презентацию своего бизнеса. У нас не только могут участвовать состоявшиеся предприниматели, которые осуществляют свою хозяйственную деятельность больше трёх лет, но и будет номинация «Успешный старт». То есть это предприятие, которое работает всего два года. А в Упоровском районе стартовал проект «Азбука предпринимателя». Тренинги проводят специалисты инвестагентства Тюменской области. Экспресс-курс рассчитан как на действующих бизнесменов, так и на тех, кто только планирует открыть своё дело. Всего 15 слушателей. Занятия продлятся в течение недели. Мы даём базовые знания для написания бизнес-плана. Полностью прорабатываем все разделы бизнес-плана. Это и маркетинговый план, организационный план, калькуляция себестоимости, расчёт плана доходов и расходов и поиск источников финансирования. В Заводууковске подготовили проект реконструкции Центрального парка. Учли предложения жителей города. Спортивные площадки, места для пикников, просмотра кинофильмов под открытым небом и фотозоны. Старую танцевальную площадку хотят превратить в амфитеатр. Проект парка уже стал победителем всероссийского конкурса. Радует та масштабность, которая запланирована. Ну, можно сказать, что, наверное, теперь это будет самым главным местом в нашем городе. В Тюменском районе энергетики модернизируют крупную подстанцию Тополя. Специалисты построили новое здание, а внутри установили современное распределительное устройство с вакуумными выключателями. От подстанции электроэнергия поступает в Комарова, Перевалова и соседние населённые пункты. В планах этого года завершение комплексной реконструкции данного объекта в общепостанционном пункте управления будут установлены комплекты телесигнализации, телемеханизации, что позволит дежурному диспетчеру филиала Тюменские городские электрические сети дистанционно контролировать режимы и осуществлять управление. Объём инвестиций в этот проект около 7 миллиардов рублей. Будет создано 1100 рабочих мест. После открытия только в один муниципалитет каждый год будет поступать 45 миллионов рублей налогов. И это всё о строящемся комплексе полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тысяч тонн мяса в год. Располагается он в двух районах области. Сейчас там идёт активное строительство предприятия. Зима, а в полях идут работы. В 8 километрах от Юргинского строят репродуктор, где будет жить маточное поголовье птицы. Он – часть крупного инвестпроекта – комплекса по выращиванию бройлеров. Холодное время года – самое время для стройки. Здесь необычайно тяжёлые грунты. У нас большая проблема – это осенний и весенний период, не проходной. А зимой это очень прекрасно. Репродуктор – это 9 площадок, расположенных на внушительном расстоянии друг от друга. На каждой площадке 4 корпуса. Каждый корпус – это капитальное строение. Вот сейчас здесь заливают бетон. Бетонный пол. Его кладут на смесь песка и глины. Ощущение реальности теряется. Здесь шум, свет, движение. А за стеной – тишина и чисто поле. Длина корпуса около 100 метров, ширина в 18. Используют современные и практичные стройматериалы. Сэндвич – это уже не новшество, но всё равно новые строительные материалы, которые лёгкие в монтаже, сразу идут с отделкой и снаружи, и снутри. То есть практично, быстро и надёжно. Репродуктор будущей птицефабрики – это уже второй объект омского инвестора на Юргинской земле. Первый – комплекс по выращиванию индейки. На нём трудится более 200 местных жителей. В строительстве нового объекта вновь активно участвуют местные. На строительстве более 40 человек работают. Я смотрю, ребята, которые сегодня здесь были, уже на втором объекте строят. То есть они работали на комплексе по выращиванию индейки. Сейчас уже перешли сюда. Газ, электричество и вода подведены. Строители комплектуют одну площадку за другой. В марте начнут устанавливать оборудование. И уже в июне здесь поселится первая птица. В 100 километрах от Юргинского в Галышмановском городском округе тоже стройка. Представить сложно, но здесь будет убойный цех, мощность которого 9 тысяч голов в час. Пока о масштабе говорят только многочисленные бетонные колонны. А это помещение будущей инкубатории. Именно сюда будут привозить яйца из Юргинского района. Каждый день на закладку пойдет 115 тысяч штук. Ежедневно намерены получать 92 тысячи птенцов. Корпуса для откорма бройлеров начнут строить весной. Отходы столь мощного производства тоже пойдут в дело. Мы не смогли бы даже пройти федеральную экологическую экспертизу, не имея данных проектов. То есть у нас разработан проект внесения органических удобрений. Этот продукт будет специальным образом подготовлен, сертифицирован. И специальные машины также его будут вносить на поля. Сточные воды птицефабрики потекут в местную канализацию. Но приезжие Галышмановские очистные реконструируют. В муниципалитете говорят – повезло. Ведь косы уже давно устарели и даже сейчас не справляются с потребностями поселка. После обновления их мощности вырастут в три раза. Идет корректировка проектно-сметной документации. И в 2020 году, к концу года, планируется уже пуск новых очистных конвенционных сооружений. 1500 кубических метров объема уйдет на предприятие «Русском» на производство. У нас будет, как скажем, свободной зоны – это 1500 кубических метров. Это будет покрыто наши потребности с плюс хорошей перспективой поселка. Параллельно со строительством инвесторы набирают штат. Птицефабрики необходимы тысячи сотрудников. Специалистам стоит поторопиться, ведь помимо работы на современном предприятии им предоставят служебные квартиры. Рядом с поселком Галышманово строят жилой комплекс. Здесь будет три трехэтажки. В двух по 33 квартиры, в одной в 18. Все с ремонтом и мебелью. А параллельно на территории местного элеватора возводят комбикормовый завод, чтобы еду для птиц не возить из Омска, а выпускать на месте. Самодостаточный комплекс по выращиванию бролеров планируют открыть в январе 2021 года. Тюменская область в 2019 году по производству на душу населения молока и яиц заняла первое место в Уральском федеральном округе. И второе по мясу. У нас одни из лучших показателей в России по производству овощей. Если взять одно хозяйство, Упоровский кооператив «Юмуртлинский», от одной коровы в прошлом году получили 7700 с лишним килограммов молока, тогда как в среднем по области этот показатель 6 864. Там, кстати, недавно открыли телятник на Октябрьском, одном из четырех отделений хозяйства. Дымка в помещении появляется, когда на улице 25-градусный мороз. Теперь холода молодые животные переносят куда легче, ведь раньше они зимовали практически на улице, под навесом и на сене. А теперь, как говорится, квартира со всеми удобствами. Оптимальный микроклимат поддерживает мощные вентиляторы. Зимой не холодно, а летом не жарко. Автопоилки с подогревом. И для персонала созданы условия. Например, у техника-ассиминатора теперь свой кабинет. Ассиминатор ходила туда тоже и вот в такой мороз. Там тяжело было и расколы, и телок приходилось держать. Сейчас все удобно. То есть есть теперь селекционная зона, есть отдельная ассиминаторская. Решилась, конечно, проблема большая. Новое помещение рассчитано на 250 голов. Здесь живут телочки с 6 месяцев и до года. В столь комфортных условиях они быстрее набирают вес и чувствуют себя лучше. Животные разделены на группы по возрасту. Работать удобнее и скотникам. Загоны устроены так, что навоз выталкивает трактор, а людям остается накормить и расстелить подстилку. Стало теплее намного и удобнее работать. У нас здесь сейчас все разделенное. В каждом загоне все по отдельности. Вообще хорошо, приятнее стало работать. В Октябрьском ранее отремонтировали два коровника. Теперь вот телятник. 1100 голов живут на обновленной ферме. И теперь по показателям это отделение может стать лучшим. По предприятию и даже по району. Здесь, пожалуй, поставим точку. Этот и другие выпуски программы «Сельская среда» вы можете посмотреть на Ютубе, а также в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассниках. О новых событиях в агропромышленном комплексе Юго-Тюменской области расскажу ровно через неделю. А пока удачи и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!